Значит, у нас сегодня первая лекция. Мы будем на наших лекциях рассматривать такое направление, как в западной литературе оно носит название Adventist Process Control. Это методы расширенного управления процессами. В российских источниках, обычно оно так и называется, как прямой перевод, методы расширенного управления процессами. Но также есть множество подвидов, начиная от адаптивного управления, нелинейного управления, различным рабастым методом управления и так далее. Так или иначе, все это можно сгруппировать в группу методов, которые применяются в тех случаях, когда, например, невозможно применить более хорошо вам известные методы линейной теории управления. То есть все, что вы изучали на курсах теории автоматического управления, локальных системах управления, системах электромеханических системах, чаще всего вы там использовали методы линейного управления. Ну, возможно, в каких-то ситуациях вы использовали какие-то отдельные элементы нелинейного управления, релейного управления. Но, тем не менее, все-таки их настройка, методы их настройки, те модели, которые вы используете, больше сводились к линейным системам. Вот в нашем курсе мы рассмотрим, отчасти обобщим те методы, которые вы уже знаете, отчасти будем заниматься тем, что вот как раз сейчас понимается под методами расширенного управления процессами. Часто идеи в этих методах не очень сложные. Здесь часто помогает принцип «чем система проще, тем она надежнее». Поэтому не всегда имеет смысл строить что-то очень сложное. Поэтому такие методы, несмотря на то, что они вроде бы нелинейные, отличаются сложнее, чем то, что вы до сих пор изучали. Но, тем не менее, идеи их достаточно просты. И они в целом выходят из некоторых таких практических соображений, выработанных там за десятилетия развития науки, связанной с управлением. Вот, поэтому сегодня мы начнем, может быть, с тех тем, которые вам наиболее знакомы. То есть мы с вами рассмотрим, ну, во-первых, просто рассмотрим, о чем вообще идет речь, да, в нашем курсе. Это будет довольно краткое такое введение на основе того учебного пособия, которое вам рекомендуется взять в библиотеке. Вот. А дальше мы с вами перейдем к, скажем так, к некоторому расширению того, что вы уже знаете, с добавлением элементов нелинейного адаптивного управления. Значит, по поводу учебного пособия у вас, значит, есть такое вот учебное пособие. Значит, в нем собраны основные определения, связанные с нашим курсом. Здесь он называется «Адаптивное управление технических системах». И, сожалению, отсутствует часть, связанная с нелинейным управлением. Вот. По этой части будут отдельные рекомендации, чаще в виде некоторых научных статей, выдержек из учебных пособий других. Но большую часть, конечно, будет такого некоторого базового, базовых знаний, да, будет расположена в этом учебном пособии. Значит, я в лекциях не планирую его пересказывать. Я предполагаю, что вы самостоятельно с ним познакомитесь. Вот. Суть здесь больше всего сводится к задачам моделирования, задачам алгоритмов, синтеза алгоритмов управления сложными процессами, в которых не удается применить известные вам классические методы теории управления. Вот. В том числе здесь идет также некоторый такой исторический обзор, который тоже вам необходимо будет самостоятельно освоить. И также здесь разбирается некоторый набор стандартных определений из теории адаптивного управления. Таких, например, как что такое модель, что такое закон управления, что такое параметры, какие они бывают, да, то есть, по сути, когда речь идет об адаптивном управлении, о нелинейном, об адаптивном управлении, как под видом нелинейного управления, вот, мы, как правило, будем понимать с вами разные виды адаптации, да, то есть, как здесь в учебном пособии, приводится до нескольких видов. Бывает, то есть, это, эти виды, они отталкиваются от того, какую модель вы закладываете в вашу систему, то есть, в основу вашего алгоритма. Как известно, любой алгоритм, в первую очередь, основывается на некоторой модели. Вот, соответственно, в зависимости от того, как вы в вашей модели будете описывать неизвестность, да, неопределенность, то есть, суть адаптации, это, как правило, подстраивание под некоторые неизвестные факторы, которые существуют в вашей системе. Поэтому, вот в данном учебном пособии, да, предлагают разделять их на несколько видов. Это и параметрическая неопределенность, когда ваша модель, факторы неизвестные в вашей модели, да, они входят в виде параметров неизвестных, да, там ABC, например. Это может быть сигнальная неопределенность, когда у вас есть какие-то неизвестные функции, это может быть функциональная неопределенность. Вот, в зависимости от этого, да, будет и разный подход к построению, к выбору моделей, к построению алгоритмов управления, да, и в конечном итоге создание некоторого продукта. То есть, это либо программное обеспечение, да, для каких-нибудь контроллеров, либо это настройка какого-то готового инструмента. Вот, что еще отсюда полезно будет взять? Значит, это структура, то есть виды, ну, во-первых, общая структура, да, адаптивных систем, что она стоит из трех уровней. Это уровень, вам было раньше знакомо, два уровня, да, замкнутой системы. Это объект управления и регулятор. Соответственно, в адаптивной системе появляются три уровня. управления. То есть, первое, это, как и раньше, объект управления, второе, это регулятор, и третье, это алгоритм настройки. Именно поэтому в нашем курсе мы будем больше акцентировать внимание на алгоритмах настройки. Вот, но, тем не менее, в подкурсе, связанном с нелинейным управлением, да, мы будем также касаться и задачи регулирования, то есть, как синтезировать законы основного контура нелинейные. В том числе, с вами рассмотрим, как, например, моделировать объекты нелинейные. С учетом того, что всегда в основе любого и закона управления, да, и алгоритма чаще всего лежит какая-то модель вашего объекта. Что еще важно отсюда взять, да, это описание, какие виды бывают адаптивного управления, то есть, бывает управление на основе прогнозирования, когда параметры, если мы говорим о параметрической адаптации, да, то параметры регулятора формируются, исходя из некоторого прогноза поведения объекта. То есть сравнивается поведение модели внутри предсказателя, да, и объекта реального, показания датчиков, сенсоров, которые загружаются непосредственно, на основе которых определяются параметры. Вот. Вот есть подходы, связанные с оптимизатором, то есть когда в результате, то есть вы уже не занимаетесь построением никакой модели, да, не сравниваете вход-выход объекта, вы просто смотрите, вы просто знаете, как должен объект себя вести, да, и используя это знание, вы применяете алгоритм оптимизации для того, чтобы вычислить оптимальное значение параметров. Вот. Ну, в целом, как бы отсюда, наверное, все, что можно брать из этого учебного пособия. Мы отдельно поговорим с вами про модели, примеры технических объектов, это мы все с вами будем рассматривать. Наверное, важно еще посмотреть, ну, запомнить такое понятие, как целевые условия в системе, да, то есть если у вас обычно в системе управления был сигнал задания, обозначали его буквой R или буквой J, да, в нашем случае буквой J было, и вы сравнивали выход объекта и желаемое поведение, да, как некоторую разницу, то у адаптивной системы появляются еще дополнительные цели, которые приходят уже не извне, то есть не оператор их задает, да, а они формируются, исходя из того, какую задачу вы решаете. То есть вот это отдельно вот обсуждается в разделе, связанном с целевыми условиями в адаптивных системах, где тоже рассматривается, как, каким образом формализуются эти цели. Мы с вами будем это рассматривать в рамках лекции, связанной с учительными алгоритмами, то есть как, собственно, работают адаптивные системы. То есть так или иначе, в процессе всего курса мы будем касаться с вами целей, целевых условий, потому что разные типы систем адаптивного управления чаще всего отличаются именно условиями, которые применяются к этим системам. Ну и, конечно, алгоритмы адаптивного управления, когда уже цели поставлены, определенный объект, определенный регулятор основного контура, остается только разработать алгоритмы адаптивного управления. Тоже есть разные подвиды этих алгоритмов. Это и система адаптивного типа, и система прямого адаптивного управления. Все это тоже мы с вами будем рассматривать. Ну и, соответственно, здесь в конце, в заключении уже приводятся этапы синтеза, то есть начиная от анализа требований к системе, определения того, каким образом вы будете описывать ваш объект, то есть сформировав некоторую математическую модель объекта, выбрав целевые условия, это вот, то есть к первому этапу, значит, вторым этапом, как правило, рассматривают синтез регулятора основного контура, это как раз то, что мы будем рассматривать в подкурсе нелинейного управления, да, и то, что вы знали до сих пор с теорией управления. Это синтез регулятора основного контура. Вот после чего уже дальше необходимо будет заниматься синтезом алгоритмов, то есть вы получите на выходе некоторую замкнутую систему, у которой есть набор неизвестных параметров. Изначе вашей адаптивной системы подбирать эти параметры. То есть на третьем этапе вы будете разрабатывать алгоритмы. Этого адаптивного регулятора. Вот так или иначе, все это сводится к таким вот большим схемам, да, которые достаточно стандартны, то есть если речь идет о любой адаптивной системе, да, то, как правило, она будет выглядеть примерно вот так. Вот, поэтому в этой как раз-таки учебном пособии довольно неплохо все описано. Я думаю, что вы сможете с этим самостоятельно познакомиться.